Друзья, всех приветствую! Долгожданная первая осенняя выставка. Конечно, она обычно по карповой фидерной тематике не такая уж популярная, но все же первый раз я точно знаю, что у меня будет вам что показать, потому что помимо выставки я подготовил вас новинки от нашей компании VMTecl и также от партнеров, которые мне уже прислали. Но также здесь в Крокусе есть пара стендов, которые нам интересны, ну и также есть несколько важных встреч с партнерами, которые точно уж останутся за кадром, там ничего интересного. Поэтому по порядочку сейчас пройдем, посмотрим, что-нибудь интересное вам покажу. Кто пожелает, расскажет. Интервью возьмем каким-нибудь новинкам. Очень мало совсем народу, полупустой зал. Ну пойдемте по порядочку. У нас новинки, его, кстати, следопыт сделали. Степлообменнички. Такие буржуйки. Казанчик с выхлопом. Сталь хорошая, наверное, два с половиной. Палаточка у них. Кстати, зачетные раскладушки. Очень рекомендую. Причем, насколько я там не маленький. И мы вот сейчас с братухой обновились себе. Взяли алюминиевые полегче. Держит 100 плюс. Вообще без проблем. Шикарная. Компактная. И зимой, и летом. На фидерных, на карповых, на любых рыбалках. О, для моего Джека. Прикольная. Хочешь синие расцветки, хочешь двухместную. Как раз, но завоз нет, как вы думаете? На больших дистанциях. Прикольно будет. О, друзья, это у нас новая тема. Конечно, вот даже зимой, посмотрите. Зимой, подвесной, летом, подвесной, горяжкой. Без каких-то проблем, для такого приманка можно найти. Вон, даже через корягу перепрыгнули. Скажу вам, друзья, по секрету, что в этом сезоне я впервые попаду на ловлю судака со спиннинга. Я не знаю, как это будет происходить, но совместные компании карпятников, фидеристов, спиннингистов проведут там небольшой мастер-класс в дружной компании. Ну, не знаю, что из этого получится. Надеюсь, вы это тоже посмотрите. Как обычно, Z-Trick самый большой стенд. Готовятся люди уже к зиме. Ратлины, наверное, что это, воблеры. Ой, эти балансеры. Прикольная штука. Это, получается, сюда дрова кидаем, да? Да, да, да. Ракетная, как она называется, печка. Прикольная. Пламенная такая, очень хорошая. А, там, это, наверное, поддувало, да? Да, дегулируется. И всегда чисто, и дров много не надо. Ну, она разборная, разобрала. Сковородочку. Я сколько видал, они цельнометаллические полосы, а это разборная. Ну, вот мы на стенде, который нам хоть как-то интересен. Впереди зимняя рыбалочка. Добрый день. Здравствуйте. Расскажите пару слов о самой интересной новинке, которая у вас есть на сегодняшней выставке. Как вы могли заметить, вы находитесь на стенде бренда Калипсо. Калипсо – это рыболовная электроника. То есть, с 2017 года были в производстве и продаже камеры, которые завоевали, ну, наверное, прям стали бестселлером среди рыболов. Вот. И с прошлого года мы решили приступить к выпуску эхолотов. Вот. Проанализировав все, что есть сейчас на рынке, решили пойти своим путем. То есть, разработали эхолот с самым большим экраном. То есть, это зимний портативный эхолот с самым большим экраном, который диагональ составляет 3,5 дюйма. Вот. Цветные. В ассортименте две модели. Есть старшая – это там, где два луча, 15 градусов, 60, честные лучи. Вот. И есть однолучевой эхолот. Попроще комплектация. Вот. И там только большой, широкий, 60-ти градусный луч. Вот. У эхолотов в комплектации идут самые необходимые вещи. То есть, поплавок, защита бампера. У старшей модели, помимо этого, есть еще удобная сумка-органайзер, которая позволяет разместить эхолот так, что руки остаются свободные. Вот. И также крепление для струбцины на траниц лодки. Вот. А, то есть, можно использовать не только зимой. Исходя из такой компоновки, то есть, мы приходим к выводу, что можно использовать и летом. Добавили летний режим. Вот. То есть, с лодки для анализа рельефа, для поиска рыбы также прекрасно подходят. То есть, эхолот универсальный, круглогодичный. Вот. Как экран зимой себя ведет? Слушайте, экран ведет себя нормально. Никаких протечек, никаких проблем нет. То есть, он не замерзает. Вот. Все было продумано. То есть, мы знали, что у нас... Ну, все знают, что у нас зима-то холодная все-таки. Вот. Добавили специально, поскольку такой экран, это самый мощный потребитель энергии, добавлен большой аккумулятор. Вот. Хватает на 6-8 часов работы. Вот. Ну, сейчас я вижу, он подключен еще дополнительно, да? Да, ну, у нас розетку нам не поднесли застройщики, поэтому разместили пока с пауэрбанком. Ну, это зарядка идет сейчас. Вот. Также можно заряжать, да, от пауэрбанка, от любого источника USB. Современные разъемы Type-C в наличии. Я вам просто расскажу со своей точки зрения, как сейчас многие ловят леща. Так. Не смотрят на поплавки, а выставляют именно вот так, в режиме онлайной халоты. Да, подход, подход. Подключают его сразу к большому аккумулятору и сидят, отдыхают. И как только начинается звуковой сигнал, сразу все взгляд переводят там по плотке. То есть, это удобно, если можно, автономно его три дня поставил. Понятно. Чтобы он работает. Есть здесь звуковые сигналы какие-то? Слушайте, звукового сигнала нету. Вот. Но весь функционал максимально. Зумы, увеличение придонного слоя, цветовая индикация, все есть. Ну, там уже, скажем так, идея на будущее. А идея, да, да, да. Ну, на самом деле, у нас уже прошло 4 обновления системных. То есть, мы вот собираем обратную связь и опираясь на нее ведем доработки постоянно. Спасибо вам большое. Успехов. Взаимно. Спасибо. Пару слов о себе, о вашей компании и какие интересные моменты. Меня зовут Дмитрий, компания Prom Battery. Как видно за моей спиной, занимаемся мы сборкой аккумуляторов, которые вот у нас, собственно, здесь представлены. Ну, и на выставке также мы представляем корпусы, универсальные кейсы. Здесь зарядное устройство для аккумуляторов и BMS-плата. У меня вопрос такой. Допустим, мы часто ловим в завоз. Пользуемся электромоторами обычные. Ну, для примера, у меня Минкода, там, сотка. Если вот у вас взять на основе вот этих батарей 2 аккумулятора по 100 ампер. Да, здесь 105. Ну, 105. Представим, что у него 100. Так. Они одинаково сядут при одинаковой эксплуатации. Свинцовый, там, Минкода, условно, сотка. Вы имеете на сравнение железо-фосфатный и свинцовый? Да, да, да. Нет, у железо-фосфатного КПД немного выше процентов на 15, примерно, может быть, даже 20. Ну, в зависимости от качества аккумулятора свинцового и железо-фосфатного. Да, то есть, КПД у него немного выше. Выше, да. Да. То есть, соответственно, железо-фосфатного хватит на дольше. Понятно. Ну, и понятно, у него заряд разрядов. Сколько? Циклов заряда-разрядов, в принципе, без потери емкости. Конечно, опять же, мы говорим, зависит от качества элементов. Вот у нас, например, здесь это Иви Грейта. Да, тяговые элементы, новые, не БУ. Есть такая, к сожалению, практика в Китае восстановления элементов. Под видом новых продают. Вот. Если мы берем новые элементы, вот данные, то без потери емкости 4-5 тысяч циклов. Конечно. Дальше начинается потеря емкости, но несущественная, то есть, там, до 10-15 процентов, ну, как бы, с увеличением количества циклов. Ну, и так, для зрителей еще плюс, свинцовые боятся глубоких разрядов, этим, насколько я знаю, до лампочки. Да, здесь как раз-таки опять можем посмотреть, установлена БМС-плата, которая контролирует как уровень разряда, так и заряда. Плюс здесь есть защиту, то есть, она сама отключит, даже потребитель будет подключен, у вас двигатель, да, если БМС-ка все равно отключится, с аккумулятором ничего не старчится. Так же и с перегрузкой, если ток выше рассчитанного будет, БМС-плата также отключится. Как у нас бывает, когда с собой кораблики берем, вроде еще половина есть, и начинает только мигать, там, 30 процентов, он все, я дальше никуда не поплываю. Ну, вот, да, здесь, как бы, здесь такого, здесь, если у вас показано 50 процентов, значит, он все эти 50. У него за счет этого есть, то есть, высокий КПД железо-фосфата, то есть, он все время примерно в одном диапазоне весь цикл работы. За счет этого, то есть, у вас всегда постоянно эта емкость, заявленная, есть. И еще преимущество, кстати, по сравнению с кислотными, это вес. Кислотные, гелевые, они достаточно тяжелые, да, если мы возьмем железо-фосфатный и кислотный одинаковых, да, емкости, то это существенно легче будет. Больше, чем в два раза я взвешивал. Да, около двух раз, да, там, плюс-минус, да, существенно легче, поэтому удобнее транспортировка. Ну, для зрителей, для примера, там, ценники, сколько этот, там, поменьше, побольше. Да, то есть, есть несколько моделей, да, здесь для тех, кому важно удобство, компактность, там, допустим, ограниченное пространство, самый простой бюджетный аккумулятор, здесь 12 вольт 30 ампер-часов стоит 10,5 тысяч. Понял, кстати, на зимнюю руголочку вообще шикарно. Да, и это еще, кстати, тоже преимущество, допустим, перед простыми литиевыми аккумуляторами, температурный режим эксплуатации железо-фосфатного от минус 20 до плюс 50 без потери емкости. То есть, если взять обычные литиевые аккумуляторы, у них емкость существенно падает и на морозе, и в жаркую погоду. Железо-фосфат этих недостатков лишен. Есть вариант чуть побольше, чем 30-ка, тоже при этом компактный, 45 ампер-часов, по цене 14 900 рублей. Либо, возможно, исполнение в таком корпусе и 30 ампер-часов, и 45 ампер-часов, да, с ручкой и с ремнем. Чуть подороже получается, чем эти. Еще побольше в чемодане есть 60 ампер-часов, есть USB, есть прикуриватель, здесь индикация у нас есть. Такой вариант 23 900 рублей. Если убрать экранчик, USB прикуриватель, не всем они нужны, то, соответственно, цена будет ниже 20 900 рублей. А, то есть, у вас можно и в конфигурацию под заказ делать? Да, да, вообще никаких проблем. Ну и самые, как раз мы про двигатели говорили, самые подходящие, это, конечно, 105 ампер-часов, заявленных по факту, там будет даже больше 108-110 ампер-часов. Прикуриватель, USB, смарт-БМС, как мы уже обсуждали, новые Great-A элементы ИВИ. Все это под ключ, готовый вариант, естественно, герметизируется, вы его уже не откроете. По цене 36 тысяч рублей. На все аккумуляторы, на наши, мы даем гарантии 12 месяцев, получаете гарантийный талон, если какие-то проблемы, обращайтесь, мы их решаем. Пришли на стенд, на Удилус, здесь мы обещали рассказать очень интересную новинку. Добрый день, что-нибудь интересного нам не обещали показать? Добрый день, конечно, по карту теме появилось очень много новинок, интересных новинок. Ну и, наверное, самая такая знаковая катушка, о которой можно много рассказывать, это катушка сподовая, чисто сподовая, не для рабочих палок. Сподовая, маркерная, она выбирает за оборот 1,45 метра, то есть на сегодняшний день это, наверное, самое большое количество выбираемой лески за оборот. Ну и, естественно, там все, что нужно в карту катушке в ней присутствует. Называется Invent Pro Spot. А, серия знакома, что как-то добавилось в расширение линейки. Да, да, добавилась именно сподовая маркерная катушка. Две клипсы, то есть все, что нужно, все есть. Это какая же у нее передатка, например, там? 5,4 передатка, метр 45 за оборот, то есть она мотается. Продолжение линейки К-10, у нас были удилища, появилась катушка К-10. Металлический корпус, алюминиевый корпус. За счет этого, конечно, вращение идеальное на самом деле. Плюс нереализованный кшип. То есть главная пара, она вся вращается. И пиньон с двух сторон на подшипниках, и, конечно, тарелка тоже на подшипниках. Ну и на самом деле в этой катушке даже уже в кнопе стоит подшипник. То есть 9 плюс 1 шаров. Апгрейда никакого делать не нужно? Нет, здесь вообще ничего не надо. И быстрый план гибрекционных двух оборотов. Я смотрю, тут даже и бэкинг не нужен будет. В размере 8 тысяч, здесь предусмотрено под 286 леску 250 метров. Больше и не надо, да? Да, тысячную размотку вы мотаете на 4 палки, это удобно. А по бюджету это что, примерно? Это порядка 6 тысяч рублей в рознице. А, так кто этот бюджет? А это у нас чуть подороже, 8-очка, да? А какой вес у нее, если на память есть? 660 грамм, по-моему, если не ошибаюсь. И похожая с ней очень катушка. Это под названием «Харизма катушка». В принципе, отличие – это алюминиевый корпус, это углепластиковый корпус. Из-за этого она немножко полегче, там порядка 15-20 грамм. Все то же самое здесь реализовано. Два размера, из шип, то есть все в этой катушке присутствует. Ну, а у нас тут мультибрендовый стенд. С таким вот подводным катером. Который, кстати, может, видите, зацеп отщелкивать. Главное, чтобы карпу хвост не отцепил. А какая максимальная у нее дистанция? 100 метров. 100 метров? Вот это, ребята, батискав. Прикольный. А время работы автономной? 1 час, 3 часа. Камера есть, да? Сколько стоит? 224. 224 рубля, ребята. Обновленная модель Круши. Об этом я уже рассказывал подробно. Есть у меня одна болезнь. Надо посмотреть ножичек. Хочу такой маленький, миниатюрный. Прям такой, чтобы подрезать что-нибудь, раскрыть, распаковать. Может, иногда какую-то нарезочку сделать. Ну, совсем миниатюрный. Ой, а мы опять пришли тут к салу, к мясу, с всему вкуснятинам. Давайте мы уже сегодня не будем это показывать. А то опять к холодильникам побежите. Сейчас что-нибудь поищем. Что у нас ворсмо? Столько всего набрал бы. О, лядь какой прикольный. Карбоновые рукоятки. Смотрите, какого малыша нашел. Сколько вылечка тверда здесь? 61. Четверка, да? Да. Возьмем. Шикарно. Чем, говорят, ребенок отличается от мужчины? Потому что игрушки чуть дороже стали. Ладно, что сделать. Нравится мне это дело. Ну, что вы думаете, ребята? Я удержался от похода в кулинарию? Ну-ну. Держися тут. Сальца белорусская с чесночком. Лосик сыро-вяленый. И фазанчик запеченный. Е-мое. Компания Нормарк в этом году не выставлялась. Но я по пути забрал интересные новиночки. В первую очередь, конечно же, это катушечка. Новая модель 6К фидер. И появились новые фидера. 4,20. Две модели. 3,90. И 3,60. Сейчас распакуем какую-нибудь из них. Посмотрим на фурнитуру. Настроим, чтобы в целом у вас было представление об данных фидерах. Возьмем, давайте, наверное, самую популярную модель. 3,90. Такой усередненный вариант. Фирменный синий чехольчик. Все, кстати, трехчастные. Есть в коротком отсеке у нас тубус с запасными вершинками. И, кстати, здесь две. Одна триунцы, другая четыре. Дальше, соответственно, все стыки. Верхний у нас без каких-либо оплеток. Да, такое матовое серое покрытие. И черная фурнитура с черным лаком. Ну, такой минималистичный, стильный дизайн. Кольца, кстати, очень-очень маленькие. Прям очень маленький. Причем, если на первом стыке... А, нет. Вот это вот чуть больше. Это чуть больше. Вот эти два одинаковых. Эти все практически... Да не практически, а все вообще одинаковые. Так, и вершинку давайте поставим какую-нибудь. Любую. Такие достаточно тоненькие, мягкие. Так, и рукояточка у нас. Третья часть. Такая достаточно мощная. А, здесь уже вот у нас вся, собственно, красота. Сзади вот такой мощный набалдажник. Неширокий хват. Мне лично нравится на фидерах неширокие хваты. Катушка-держатель здесь фирменный аккумуляторский. Красная фурнитурка с наименным названием. Ну и, собственно, здесь. Вот только на первом, получается, стыке у нас имеются красные нитки. С надписью Акума. Ну такой, не тоненький, я вам скажу. И не знаю, зачем вот этот вот крючочек подцепить, когда не ловишь. Либо когда переходишь с места на место. Видимо, для этого. Выглядит прикольно. Вот единственное, что меня смущает, достаточно тонкие кольца. То есть, если кто-то там в заморозках будет ловить, то налипать лед будет. Такое достаточно хлесткое удилище. Не сказал бы, что оно мягкое. Вот такое. Середнячок. Я думаю, что попробуем. В ближайших рыбалках по дизайну все они одинаковые. Впечатлениями поделюсь во время рыбалок. Попробуем 4.20. Кстати, на какой-нибудь из флетфидерных рыбалок. И как раз заодно потестируем по дальности. Ну, теперь переходим к катушке. В распаковочке начнем. Немножко мне тут она потрепалась. Да, миниатюрная катушечка. Так, что у нас в комплекте? Ничего у нас в комплекте. Кинематическая схема. Возможно, шайбы улетели, потому что коробочка немножко у нас потрепалась. Интересная шпуля черная, полностью черная катушка с синими фирменными вставочками на кнопе и на самой катушке. Давайте начнем сразу со шпули. Фрикцион нереально длинный. Смазочки тут прилично. И вот такая вот лазерная вырезка. Две клипсы, кстати. Вот мне нравится, конечно, как решение сделано у Акумы. Вот, прикольное. То, что здесь есть пластиковые вставки. Никогда вообще, никаким образом не повредите свою леску. Были бы они немножко еще покрупнее. Вообще, красота. Так, ручка у нас не вкручивается. Фиксируется с помощью винта с обратной стороны. Классический ролик лесоукладывателя, как в общих практических моделях. Достаточно внушительная, крупная рукоятка, кнопка. Крутится так себе, скорее всего, без подшипников. И софт-тач здесь. Давайте посмотрим фрикцион, насколько я уже пробовал. Он очень-очень длинный. Во время технического обзора уже посмотрим, можно ли его поменять. У меня почти полностью затянуто. Она еще крутится. Вангую, что там войлочные шайбы с кучей смазки. Вот, все. Ну, ходу, вам скажу, не самый легкий. Может быть, из-за того, что мне опять попадаются предсерийные какие-то образцы. Либо еще просто не разработалось. Очень тонкая, маленькая лесоемкость шпули. Прям, ну, очень. Прям на грани. Такое ощущение, что под плетенку сделано. Давайте посмотрим. А, хотя здесь вот у нас написано. 0,2 лески 275 метров. 0,25 и 180. Ну, как бы, ну и нормально. 0,30 и 120 метров. Получается где-то с 0,28. Вместится метров 150. Ну, конечно, мне кажется, чуть-чуть маловато. Учитывая то, что хотелось бы еще запас какой-то иметь на бортик. Ну, посмотрим. Хотя то, что здесь написано, не всегда соответствует действительности. Поэтому, когда буду делать обзор, я намотаю, скажу вам, сколько умещается. Я, наверное, 26-й намотаю сюда. Итак, что у нас здесь интересного по техническим характеристикам? Циклоник Flow Rotor. Ну, это то, что здесь у нас вырезы. Значит, весит она 466 грамм. Ну, действительно миниатюрная. Прикольная такая катушечка получилась. То есть, вымотка 103 сантиметра. Это классно. С передаткой 5,3 к 1. Ну, подшипничков, конечно, пожалели. 3 плюс 1. Поэтому, наверное, здесь разгуляй, куда можно поставить. 2 сюда, 2 сюда. Ну, 3 плюс 1. Это 1, 2. 3 основной. И обгонным больше здесь нет. Получается, наверное, можно поставить 2 сюда, 2 сюда. Ну, а в этом уже просмотрим. В техническом обзоре, которым, наверное, даже и не буду затягивать, чтобы уже все точки поставить. Вдруг кому-то интересно. Появится она, скорее всего, в февраль-март следующего года уже в продаже. Ценник, к сожалению, даже предварительный я не знаю. Ну, и, друзья, новинки от Wayne Tackle. Это шнур, плетеный шнур высокого качества, восьмижильный, идеально гладкий, ровненький. Причем, абсолютно не выцветает, потому что он сплетен изначально из зеленых волокон. 250 метров. Вот такой вот красоты. Доступен будет в двух диаметрах. 0,16 и 0,18 миллиметров. Ну и для многих радостная новиночка. Это набор игл для лидкора и коннектора. Та самая винтовая игла, которая удобно продевать коннектор и делать классные монтажи. Да, немного, но такие новиночки у нас появились и уже доступны на складах OZONA. Заказывайте, будем всем рады. И большое спасибо тем, кто пишет отзывы. Они нам очень важны. Поэтому пользуйтесь. Вайн Текл с вами.